Я вас приветствую, дорогие мои друзья, наши слушатели, наши, скажем так, зрители. Ну, сегодняшняя тема, которую я хотел бы немножко рассказать, в данном случае, ведение с висцеральной практики, как это ведется именно с позиции висцеральной практики, так как мы занимаемся манипуляциями на животе, то аорта, с которой нам приходится сталкиваться, с патологией ее, она занимает, скажем так, достаточно сейчас, вот на сегодняшний момент, высокий процент заболеваний, отклонений. И вот с каждым годом такое создается иллюзия, что этот процент все растет и растет. А почему? И вот здесь-то мы наблюдаем, что покрытие холестерином этой аорты, оно происходит не из-за того, что человек много кушает жирной пищи, нет, а из-за того, что стресса. Оказывается, стресс – это то состояние организма, когда во время стресса идет, конечно, мобилизация, а если нет реализации этого стресса, то стресс переходит в депрессию. И депрессия есть психологическая, можно назвать так, но есть еще и физическая. И вот физическая, в первую очередь, вот в моем понимании, как бывшего мастера спорта, как человека, который занимался полжизни активно физическими упражнениями и физическими различными системами, то, естественно, мы наблюдаем такую картину, что органы-то начинают страдать. А страдают почему? Да потому что холестерином покрывается аорта. И здесь нужно отметить одну интересную особенность, что весь вот этот процесс формирования холестерина на стенках сосудов, а в данном случае аорты и подвздошных артерий, то есть артерии, которые идут в нижние конечности и от которых отходят сосуды, которые обеспечивают кровью половые органы. А в данном случае у женщин это матка, мочевой пузырь, а у мужчин это пенис, это, в конце концов, тоже мочевой пузырь. Ну, в данном случае частично мошонка, то есть получается все органы таза, они в какой-то степени очень сильно завязаны с состоянием вот этой аорты. Ну и вот, и что же происходит? По мере того, как холестерин, а холестерин, я уже упомянул, что во время стресса формируется такая ответная реакция, и когда наши сосуды, что значит сосудистая депрессия? Это когда через стенки сосуда начинает проникать плазма крови. И вот представьте, с чем мы сталкиваемся. Неделя в стрессе, сильный стресс, связанный, предположим, с потерей работы или с потерей смерти какого-то человека, которое тяжело тронуло этого человека. И вот это повлияло на него. И это приводит к тому, что через неделю после такого стресса, он когда к нам приходит, из-за того, что у него все внутри болит, начинаем смотреть его живот, начинаешь толкать живот, а там плещется вода. Что за вода? Что за асцит? Такое ощущение, что это асцитное проявление. Начинается исследование. Печень вроде в пределах нормы, тазовые органы тоже в пределах нормы, а вода присутствует. И вот здесь мы наблюдаем такую картину. Как только появляется жидкость брюшной полости, организм начинает реагировать на потерю, будем говорить, плазмы, которая протекает через стенки аорты. А в основном-то реагируют какие? Магистральные сосуды. Это аорты, это подвздошные артерии. И вот через те артерии, через которые начинает в ответ на вот такую депрессию сосудистую просачиваться плазма крови, которая является вот этим вот булькающим звеном, организм решает как эту задачу? Он поднимает холестерин, и холестерин начинает затыкать вот эти мелкие дырки, которые образуются в ткани самой стенки. Ну и вот, и к чему это приводит? Что мелкие сосуды тоже начинают забиваться холестерином. И это очень четко видно, когда мы привели в соответствие, предположим, тот же живот, сделали его идеальный. А идеальный живот, это когда, где бы ты ни потрогал в животе, нигде ничего не болит. И в том числе область аорты. Когда мы начинаем исследовать область аорты в животе, то при патологии она плотная, твердая и напряженная. А вот когда нет патологии, она мягонькая, эластичная. Вот взять ребенка, если потрогать у него, у ребенка животик, он как бы, и если снять излишнее напряжение с органов, то живот становится как бы однородный. И там аорту-то даже невозможно прощупать. Но ориентируясь на то, что она должна быть вот здесь, и вот здесь должна быть пульсация. И мы находим такую, да, находим пульсацию. А у взрослого человека, который в стрессе, она якобы выражена пульсация, плотность, напряженность и болезненность. И причем вот когда возникает защитная ситуация, то есть стресс, и после стресса подпрыгивает холестерин, и этот холестерин начинает забивать мелкие артерии. И вот именно мелкие артерии начинают первые страдать. И вот здесь можно видеть такую интересную картину, что начинают забиваться подвздошные артерии, от них забиваются маточные артерии. И к чему это приводит? К тому, что кровь перестает нормально поступать к матке. А заодно и к мочевому пузырю. И поэтому, если взять возраст, когда особенно все это дело проявляется, то это, скажем, средние года. Обратите внимание, что сейчас очень много, скажем так, пациентов приходит с проблемами этой аорты. И если взять то время, когда мы начинали, только вот висцеральные практики возникали, то есть профессионализм, скажем, развивался и развивался, то мы обращаем внимание на такую особенность, что с каждым годом из-за стрессов, которые происходят, и вот эта напряженная среда, она дает формирование именно вот таких стрессов, которые вызывают изменения в брюшной полости. А ведь брюшная полость – это второй мозг, свыше 200 миллионов нейронов в животе. И каждый орган обязательно влияет на наше психическое состояние. Ну, примеры – это печень, это гнев, желчный пузырь – это желчность, это все не нравится, когда человеку. Дождь не нравится, правительство не нравится, жена толстая, дети вообще непонятно какие, и вообще окружающие соседи, и вот все ему не нравится. Почки – это страхи. А что такое страх? Человек боится выйти на улицу, и что-то его не пускает, он всего боится, он боится высоты. У него возникает фобийное состояние. И эти фобии – артист нормально выступал перед публикой, перед аудиторией, а тут вдруг замкнулся. И если больше десяти человек, он боится выйти на сцену. Вот с чем мы сталкиваемся. Желудок, когда проблемный, это неуверенность в своих силах, это невозможность сделать выбор. И вот так каждый раз. Проблемные легкие – это человек становится, ну, скажем так, память, говорят, хорошая, он стал злопамятным. Ну вот. Это вот свойства наших органов. Сердце – это тоска. В первую очередь, человек не может сказать, по какой теме, из-за чего он тоскует. Ну вот там вот такие ощущения тоски, они присутствуют. И, конечно, и тазовые органы, и все это вносит общую сумятицу, и человек способен, вернее, становится, скажем, в обществе не совсем адаптированным. И вот возникают разные непонятки, разные… Ну, он социально неустойчив. И вот как раз рассматривая вот эти проблемы, которые возникают с аортой, то обращается внимание, что и, скажем, 18-летние к нам приходят пациенты, у которых аорта уже забита холестерином. А ведь раньше это… Раньше, чем 40 лет, такого я не сталкивался, с этим я не сталкивался. И к чему вот этот весь разговор? А для того, чтобы нужно делать профилактику. Не ждать, когда вам предложат шунты, не ждать, пока вам предложат байпасы поставить в область сердца, а именно вот с этого надо начинать. И все вот проблемы, связанные с ишемией сердца, они начинаются, в первую очередь, с ишемией аорты, вот с этого района бифуркации. И вот в этой области, в этом районе образуются, скажем так, плотные формирования того холестерина, который производит сам организм. Это не говорит о том, что не ешьте жирную пищу. Здесь не жирная пища, здесь, в первую очередь, голова, то, с чем нам приходится сталкиваться. И я уже упоминал, что во время стресса, если недельный сильный стресс, то в животе появляется вода. Вот приходящие пациенты, очень такая хорошая картина, начинаешь работать с животом, а там плещется вода. Что это за вода? А это вот как раз то, что просачивается через стенки сосуда. Во время стресса стенка настолько расслабляется, что она становится проницаемой. И организм видит, что холестерин, вернее, плазма крови, куда-то уходит, истекает. Организм поднимает холестерин, и холестерин начинает заклеивать вот эти дырки. И, естественно, заклеивая дырки, что происходит? Мелкие сосуды начинают страдать. Они первые попадают, скажем, в патологию. И вот если уж на то пошло, то нужно отметить, что всегда при ишемии брюшной части аорты, как только начинается проблема забивания холестерином этого сосуда, начинает страдать левый сустав тазобедренный. А почему? А обратите внимание, вот если взять позвоночник, то наш позвоночник, он идет посредине, а аорта сдвинута влево. Вот здесь, конечно, на рисунке небольшая ошибка. Но она как бы не влияет на наш разговор. Но аорта находится с левой стороны от позвоночника. И если взять подвздошную артерию, то она короче, чем с этой стороны. И за счет ее короткости, то и мелкие сосуды, то есть как бы левый тазобедренный сустав больше приближен к этому месту разветвления. И это приводит к тому, что мелкие сосуды, а в данном случае мелкие сосуды, они идут в область малого таза, в область тазобедренного сустава, в суставную сумку. И вот здесь они первые забиваются, и тогда питание тазобедренного сустава осуществляется за счет электростатического электричества. Это костная ткань, в которой нет сосудов, тазобедренный сустав. И питание самой кости осуществляется не сосудами, а за счет электростатики. И вот эта электростатика, она, в общем-то, если сосуды забиваются и кровь плохо поступает, скажем, к мышечной ткани суставной сумки, то, естественно, ответная реакция какая? Начинает страдать тазобедренный сустав. И вот здесь, конечно, никакие хондроэтины, никакие какие-то добавки пищевые, они, к сожалению, не помогают, потому что нужно создать опять электростатику. И что может помочь? Это устранение холестерина, опять же, с этих артерий и из мелких сосудов. Ну и даже если на то пошло, то разминается мышца, ягодичная мышца или суставная область суставной сумки. Для того, чтобы усилить там микроциркуляцию, смотришь, это помогает. А помогает за счет чего? Возникновение или появление электростатики в области тазобедренного сустава. Ну вот. И, конечно, здесь много интересных работ на эту тему, но наша тема другая немножко. Если вас это заинтересует, я, может быть, потом перескажу. Так вот, когда забивается холестерином и начинается район с района бифуркации, она идет по одной, по знакам Мерседеса, в одну артерию, в другую артерию, потом идет вверх. И вот представьте, она забивает, как бы, в артерии, маточные артерии у женщин. И тогда женщина, у женщины матка без нормального кровообращения. И как только кровь туда не поступает, возникают такие проблемы, как эндометриозы, потому что мало крови в матке. Или истончение стенки матки, потому что это мышечный орган. И если мышца не получает кровь, то, естественно, что происходит? Матка меняет свою структуру. И вот тогда начинается выпадение, тогда начинается смещение. Ну вот. Это одна из причин развития такой патологии. И у мужчин тоже. Если, представьте, если кровь не поступает к пенису, если кровь не поступает к мочевой пузырь, то, естественно, и обратите внимание, что вот эти проблемы мочевого пузыря, это в основном у людей старшего поколения. После 50, после 60. И чем дальше? А почему? Да потому что к этому времени у народа уже вот эта аорта забивается холестерином, она становится жесткой, плотной, твердой, напряженной и опасной. Потому что если сделать какой-то резкий поворот, то она может травмироваться. И примеров предостаточно, с которыми мы сталкиваемся, которые нам пересказывают наши пациенты, как погиб их родственник, или что-то произошло с их другом. Потому что была вот эта проблема на вскрытии, вскрытие показало, умер от аорта, из-за того, что она расслоилась, или возникла аневризма, аневризма лопнула. А почему? Что такое аневризма? Это опять же изменение, которое произошло в стенке, забитой холестерином, нарушилось кровообращение этой стенки, она расслоилась, и, пожалуйста, кровоизлияние, человек погиб. И здесь нужно отметить, что район, вот с района бифуркации, разветвления, холестерином начинает покрываться вверх. И вот представьте, нижняя брыжеечная артерия, которая обеспечивает кровью нисходящую ветку толстого кишечника, сигмовидную кишку и прямую кишку. И если кровью забивается вот эта нижняя брыжеечная артерия, то никакие витаминные группы, никакие там бифидум, лактобактерии здесь уже не помогают. А почему? Да потому что крови не хватает в самой кишке. И тогда люди начинают страдать запорами, принимают различные препараты, а препараты перестают работать, потому что все больше и больше она забивается, эта нижняя брыжеечная артерия. И вот возникает беда. Беда в том, что кишка становится предрасположенной к тому, чтобы там пришла онкология, чтобы там выросли полипы. Ну и вообще, представьте, как может жить кишечник, плохо обеспечивающий кровью. А кстати, ритм толстой кишки, он коррелирует с ритмом нашего мозга. И если кишечник начинает страдать, то тормоз возникает и в голове. Но дальше-то, обратите внимание, и мы с вами, если возьмем, вот идет сосудик, который является представительством, скажем так, яичковой артерии. И вот здесь же сосудик идет, посмотрите, это вена. Вена, которая очень часто передавливается, скажем так, в верхней брыжеечной артерии. Вот она, верхняя брыжеечная артерия, видите, осталось только, но в наше вертикальное положение, оно играет с нами вот эту отрицательную роль. Если бы мы были в горизонтальном, как животные, у животных тоже есть такая же артерия. И вот эта артерия обеспечивает кровью восходящую ветку толстой кишки. Ну вот, конечно, все здорово. И поэтому всегда патологии чаще всего развиваются именно слева. Справа, это уже следующий этап. Но прежде чем попасть, так сказать, или будем говорить о верхней брыжеечной артерии, нужно упомянуть и почечные артерии. И вот здесь-то левая почка, она всегда ближе к аорте, чем правая. И поэтому левая почка чаще забивается холестерином, и она начинает выпадать ее функция. А ведь представьте, восточная рефлексотерапия, она утверждает, что в почках, почки это 16 функций. Почки контролируют наш мозг, контролируют зрение, контролируют обоняние, контролируют нашу щитовидную железу, слух. И вообще сердце, по крайней мере левая почка, она управляет сердцем. Может быть для кого-то это скажет нонсенс, это что такое, Агулов говорит. А рефлексии, ее никто не отменял. И достаточно привести почку в порядок, как кровоснабжение сердца меняется, и тогда температурные режимы сердца, они тоже меняются. Это то, что мы наблюдаем на тепловизоре, если проводим различные манипуляции на области почек. Ну и плюс еще рефлексии косвенные, которые возникают. Но нас интересует дальше. А дальше холестерин идет все выше и выше, он идет и сюда, забивая нижние конечности, и в том числе страдает еще больше органы малого таза. Но самое главное это вперед и вверх. Ну а там дальше начинает страдать печень, которой тоже крови не хватает. Начинает страдать желудок, поджелудочная железа. Это все стресс. А дальше следующее приходит на перекарт, на оболочку сердца. И тогда появляются первые зоны напряжения между третьим и четвертым межреберием. Если потрогать у человека, которого, скажем так, холестерином забивается, то вот эта зона становится болючей. Это первые признаки, то есть сигналы. Наше тело сигналит нам о том, что решайте, нужно что-то изменить. А что изменить? Конечно, снять стресс. А вообще, одновременно со стрессом провести кое-какие процедуры. И, конечно, если вот, я, конечно, могу рассказать, как вот это все решается. Но, коллеги, мы должны с вами понимать, или друзья мои, что среди смотрящих очень много фанатов. Кому только так вот расскажи, он начинает сразу драть свой живот, раздирать, а в результате попадает либо по скорой помощи. Здесь нужна грамотная поддержка специалистов, по крайней мере, которые хотя бы познакомились, ознакомились с этой проблемой и которым показали, как нужно работать. И вот здесь-то, конечно, желательно бы, чтобы, ну, те, кто нас смотрит, хотя бы прошли какую-то… Ну, как обычно мы даем элементы самомассажа, но доктор, который хорошо знаком вот с этой техникой, он показывает, что вот здесь вот, посмотри, если ты будешь потихонечку разминать вот этот сосудик, то этот сосудик перестает болеть, он перестает быть плотным, он перестает быть напряженным. И в этом промежуточке этот сосуд освобождается от холестерина. И вот за время работы, представьте, а мы существуем уже 25 лет, сколько народу, которые… кто сам воспользовался вот этой темой, а кого-то научили наши доктора. Бывает так, что человек приходит и говорит, ребята, у меня денег нет. Ну, денег нет, давай мы тебя научим. Работай сам. Или приезжают священники и спрашивают, Александр Тимофеевич, ну, как вот нам быть, у нас в монастыре вот такая большая проблема. Я священника обучаю, и священник уже становится, настоятель монастыря становится доктором по отношению. Потому что та тема, которой мы раньше занимались, она была для спецподразделения, а там не было медицинского образования у них. И поэтому наша была задача научить выживать в экстремальных условиях. И вот здесь получается, что сейчас создалась такая экстремальная ситуация, когда сплошной стресс. И поэтому, к сожалению, вы уже зарядку не только отжимаетесь на руках, подтягиваетесь, занимаетесь физкультурой. Нет, друзья, теперь вы уже потихонечку начинаете поддавливать свой живот. А вот как правильно поддавливать? Здесь уже нужно смотреть либо те уроки, которые мы даем в интернете, либо наши специалисты, либо просто вы приходите, обучаетесь, и непосредственно, глядя в глаза глаза, работаете, делаете и получаете свои результаты, которые помогают вам выживать в экстремальных условиях. И, конечно, здесь нужно сказать особенности, которые могут вас подтолкнуть. Мы все с вами знаем, что человечество страдает болезнью Альцгеймера. И сейчас все больше и больше таких больных, то есть старческое слабоумие. Когда в 40 лет человек не может ничего не вспомнить, что было вчера, это, конечно, уже беда. Но он не может, прочитав, ничего рассказать. Он прочитает газету, вроде все понял, а спроси его пересказать. Он не может пересказать. А почему? И вот здесь вот я взял, нашел Игорь Михайлович, у меня работает, Малахов. Он мне говорит, Тимофеевич, я нашел материал 1989 года, где наши советские ученые того времени исследовали животных, которым искусственно создавали ишемию брюшной части аорты. И что же происходило с ними? Животные переставали быть обучаемыми. То есть у них не прививались новые рефлексы. Понимаете? Собака, крыса, мышь, кролик, они становились необучаемые. Тем более брали пару. И причем смотрели, ведь искусственно вызывали ишемию брюшной аорты. Когда она вскрывали мозги, а мозги были в нормальном состоянии. А запоминаний нет. И вот основная масса народа, которые приходят с ишемией брюшной части аорты, у них одна особенность. Они жалуются, Тимофеевич, не могу ни одно стихотворение выучить. Не могу запомнить новые слова. А прилетел куда-то в страну, где нужно изучить язык, но не учится язык никак. Положил руку, и вот теперь понятно, почему не учится язык. И в то же время, те действия, которые мы предлагаем, они позволяют человеку уйти от этой патологии, сохранить нормальный малый таз, ну и, естественно, органы, питание органов. А это меньше затраты на, извините, поликлиники, на больницы, на все прочее. Потому что усилилось кровоснабжение почки, все, почка лучше работает. Усилилось кровоснабжение органов малого таза, смотришь, выпадение прекратилось. А сколько женщин у нас делает ЭКО? И не получается. Матка выбрасывает. А почему? А никто не обращает на подвздошные артерии внимания. И если артерии забиты холестерином, то, извини меня, женщина, к сожалению, не всегда рожает. Чаще всего выкидыши, выкидыши, выкидыши. Либо уроды. Что делать? А что делать? То есть, опять же, мы с вами должны изменить себя. То есть, психологические, внутренние установки или решение проблем. Конечно, здесь нужен, наверное, специалист, который занимается психосоматикой. Но в данном случае есть и механика. Механика – это руки. И вот та плазма, которая протекает, она играет интересную роль. Вот в самом начале я вам говорил о том, что во время стресса аорта настолько расслабляется, или магистральные настолько расслабляются, что через них начинает протекать плазма крови. Так вот эта плазма, которая протекла через какой-то промежуток времени, мы наблюдаем одну интересную картину. Кишки между собой начинают склеиваться. И вот вам спаечный процесс. То есть, подвздошная артерия настолько подпаивается к подвздошной области, что нам приходится ее тянуть, подтягивать. А это все сопровождается, конечно, болями. Но как только спаечный процесс, как только мы их чуть-чуть удлинили, растянули, и эти спаечки, смотришь, перистальтика стала лучше работать. Смотришь, боли в животе многие ушли. А тут ведь подвздошная, пожалуйста, если восходящая ветка толстой кишки, она припаялась к подвздошной области, очень часто эта подпайка еще передавливает сосуды, которые несут кровь туда, к нижним конечностям. И вот здесь на этом фоне возникает проблема какого? Варикозное расширение вен, застойные явления в нижних конечностях, а то и застойные явления в малом тазу. И нечто подобное ситуации, и с другой стороны, с левой. И даже по тому, насколько подпаянная подвздошная область, скажем, к бедру, мы можем сказать, насколько далеко зашел процесс с формированием вот этой проблемы в аворте. Ну и естественно, если проблему мы находим уже здесь, а если нашли уже и вот на реберных дугах, по боковой акселярной линии, на зубчатых мышцах, здесь тоже боль, то вот здесь уже в этом промежутке времени вам начинают уже рекомендовать. А нужно поставить байпас, а нужно стенды поставить, потому что все уже забито холестерином. Конечно, коллеги мои, друзья мои, пожалуйста, не допускайте того, чтобы здесь вот все забилось. То есть научитесь расслабляться. Конечно, и опять способы расслабления, это отдельная тема, но мы это освещаем на своих семинарах, обучающих, ну и предлагаем вопросы, как решить вот эту задачу. Конечно, человек должен немножко перестроить себя, перестроить свое питание, взгляды некоторые на нашу жизнь. Ну и, естественно, привести вот эту тему в соответствие. И, уважаемые друзья, я думаю, что ваши вопросы, которые вы будете задавать через интернет, я постараюсь собрать это все в один узелок и ответить. И давайте такой небольшой диалог будем вести. Ну и все, что можно сделать самостоятельно, я вам буду подсказывать. А, извините, все, что нужно сделать, скажем, непосредственно должен специалист, тот уже нужен специалист. И я еще раз напоминаю, это то, что я сейчас рассказал, это не пособие. Это просто как бы ознакомление. И с животом все-таки, особенно на первых этапах, должен работать специалист. Ну вот. И, конечно, более идеальный вариант, если кардиолог включается в эту тему, который не отрицает этого, потому что это жизнь наша. Это и ваша жизнь. И обратите внимание, что на первом месте стоят сердечно-сосудистые патологии. Очень много смертей, в первую очередь, это вот от этого. А мы же ждем пока сердце. Вот когда сказали, что ишемия сердца, и все внимание на это сердце, а вот оно, внимание-то где. Потому что здесь уже все сковало холестерином. Но выход все равно есть. По крайней мере, мои ребята знают об этом. И я знаю. Поэтому мы с вами, вот общий образовательный вариант, вы должны знать, подготовиться, какие-то элементарные вещи выполнять, для того, чтобы быть здоровым и по жизни идти, улыбаясь, а не просто там из больницы в больницу переходить и искать своего лечащего врача. Мы с вами должны понимать, что жизнью своей мы сами должны управлять. А медицина всего на все, она 20% нам приносит здоровье. А все остальное человек сам формирует свое здоровье. Итак, друзья, я вам рекомендую прийти, прослушать материал непосредственно из уст, тогда, когда мы говорим о решении вот этих вопросов. Ну и приглашаю вас на занятия, на самоисцеление. Мы проводим самотерапию. Мы обучаем, так сказать, приходящих, как заниматься своим собственным животом. И те специалисты, которые, естественно, рекомендуют, они несут за вас полную ответственность, они стараются, ну вот, чтобы вопросов было меньше, чтобы объяснить лучше, ну и чтобы человек мог запомнить и разрешить вот эти вот темы, которые сокращают нашу жизнь. А мы с вами действительно должны жить долго. Ну, удачи вам, здоровья и до встречи в эфире. И также на наших семинарах. Субтитры создавал DimaTorzok